Покажи свои глаза, Конор Ты думаешь, они у меня бесстыжие? О, на шоу клоун какой-то приехал Не я под Конора кошу, а Конор под меня косит Ты веришь в свою встречу с Конором Макгрегором на ринге? Она уже скоро произойдет После шоу Титана ты стал народной звездой Я могу бить морды Еще и бабки на этом зарабатывать Ты маленький попал в детдом Меня душили, я уже отъезжал В глазах, как комиксы, вся жизнь твоя пролетает Ты был женат, что не получилось в этом браке? Меня даже не кормили Ты часто испытывал чувство голода Начали пропивать все, что дома было Как красиво говоришь, вот я уже растаяла Особенно я тот самый человек, который сотворит эту историю Я вино пью иногда Анатолий Надротовский Известный как Сибирский Конор Российский борец, звезда шоу Титаны Объявил себя королем этого проекта И заявил, что собирается добиться мировой славы Сегодня у меня в гостях Главное, без преувеличения Самая яркая звезда шоу Титаны Анатолий Надротовский Сибирский Конор Вот он я, красавчик Встречатель Прекрасная ребеночка Привет Я так рада видеть тебя у себя в студии Потому что я посмотрела шоу За поем Все серии И больше всех я наблюдала за тобой Как думаешь, почему? Ну, потому что, наверное, что-то есть В этом, так скажем В меру неадекватном В меру харизматичном В меру обезбашенном В меру верующем в то, что в жизни возможно все И, знаешь, скажу так, что Эта жизнь, она на самом деле Очень простая штука И я тот человек, который это все позиционирует И показывает, и ведет людей И показывает на своем примере Что в жизни возможно все Не важно, кто что говорит Верят в тебя или не верят Я просто тот самый обезбашенный сибиряк Который приехал в заснеженной Сибири И просто показывает И разрывает все тренды И делает это по-настоящему красиво Но для начала покажи свои глаза, Конор Ты думаешь, они у меня бесстыжие? Конечно Во! Так, серьезный мужчина пришел Замечательно Бесстрашный Как ты вообще попал в шоу Титаны? Ну, как и все Проходил кастинг Я залетел на этот кастинг Мой менеджер сначала Изначально связался с ними Вообще мы не планировали Начнем с того, что у меня была подготовка К бою по голым кулакам Чтобы понимание было вообще у людей Бои по голым кулакам? Да, это голые кулаки Это бокс Это ММА Смешанные единоборства Где и руки Ноги Борьба То есть все дисциплины, можно сказать Смешанных единоборств присутствуют У нас была подготовка К очередному медийному бою Который для нас тоже был жизненно важен Так скажем А с кем? Шамиль Пахан Галимов Это тоже он в нашей индустрии Такой очень знаменитый Очень известный, так скажем, боец За которым большая следит аудитория И нам немаловажно было его пройти Просто переехать, снести катком То, что, собственно говоря, я и знал Я и делаю И продолжать буду делать И, в общем, была такая оказия В том плане, что нам предложили Вот именно пройти вот этот кастинг Отборы на Титаны Менеджер позвонил Мы туда залетели Я залетел туда, как обычно Уй, ай, с кайфом Там, короче, все А что надо было делать на этом кастинге? Кастинге надо было быть самим собой Я вот сейчас, честно, не буду врать Задавали вопросы какие-то На какие-то я отвечал На какие-то я демонстративно показывал То есть вставал там Что-то там Приплясывал, так скажем Ну, то есть я Я такой человек Я человек-энергия Мне надо постоянно что-то делать Постоянно куда-движу Там были какие-то Что-то поднять Или вмазать кому-нибудь Нет, это был просто диалог Мы сидели так же Общались там Что-то можно было показать Что-то можно было на словах Но я как бы зачастую Люблю и показывать Я очень эмоциональный Импульсивный И у меня постоянно Жестикуляция Я могу там Двигаться, бегать, ходить То есть, ну, это Нормальное явление Людям это нравится Когда из тебя хлещет энергия Ты просто Это нереальный поток, так скажем Ты ее не можешь Себе остановить И тебе постоянно хочется Поделиться этой энергией Но не всем понравилось Твоего появления в шоу Потому что ты вышел И сразу всем сказал Я король этого шоу Я приехал Я вас всех выиграю Вы даже не пытайтесь И у тебя там была Куча разных цитат Тебя начали хейтить И даже писали Что ты хвостун Серьезно к тебе не относились Что типа О, на шоу клоун какой-то приехал В этом-то мое и отличие От всех других бойцов Что я по жизни король И я по жизни победитель И я тот самый человек Который сотворит эту историю Который построит свою великую империю И я не как сумасшедший говорю Я как настоящий человек Который в это верит И который это сделает Который этого добьется Просто знаешь Некоторые об этом думают А некоторые сразу говорят вслух И вот когда сразу говорят вслух Поэтому и возникает Такое отношение Когда болтун какой-то пришел Потому что люди не привыкли верить В то, о чем они мечтают Им кажется Вот эти мечты Они заоблачные Я скажу Ну поделюсь таким Небольшим секретом Да, лайфхаком То есть я тоже раньше Жил в Сибири Я тоже раньше Жил в деревне У меня тоже были Какие-то определенные мысли Мне казалось Москва Это недосягаемо Вот эти люди Знаменитые, известные Это что-то с чем-то Они как будто С другой планеты Я не знаю Там, да, вот говорили Пукают цветочками Они вообще прям Ну просто идеальные Во всем Поэтому я тоже был Маленечко, может быть Отчасти, знаешь Загнан в этом плане Потому что мне Просто изначально Прививали, что надо работать Работать это ни в коем случае Неплохо Я не говорю, что это плохо В том плане, что надо Работать на заводе Взять там ипотеку То есть быть вот таким Обычным человеком То есть работать От звонка до звонка И это в любом случае нормально Но я никогда себя в этом не видел Мне всегда хотелось Чего-то большего С меня всегда Хлистала энергия Вот эта Мне всегда хотелось С ней дериться Мне всегда хотелось Людей делать Знаешь, как-то вот Не знаю Ярче, краше Чтобы они Вот при виде меня Там, где я появлялся Всегда было весело Атмосферно Задорно Был полный драйв И заряд энергии Я всегда говорю У меня в жизни Вот знаешь Такая вот цель есть Я хочу стать Просто знаешь Как вот Многие Сначала скажу Один момент Очень важный Многие хотят Стать богатыми Чтобы купаться В этой роскоши А я хочу стать богатым Чтобы сделать Людей счастливыми Просто дарить им Эти лучезарные улыбки Детей сколько у нас Да, так же мы знаем Сколько у нас сирот Сколько у нас больных детей Тоже им помогать Чтобы они были счастливы Чтобы хотя бы Маленькую частичку Вот этого счастья Они познали Для меня Вот это всегда душевно И это не просто Там какой-то знаешь Разговор пустой На камеры Который мне надо Там хайпануть Засветиться Мне хайпа не надо Я и без этого хайпа Сделаю Я и сделаю Сам себя Кем я себя вижу Какие у меня цели есть К чему я приду Я это все прекрасно знаю Ну здесь смысл такой Что здесь посыл души Я хочу это от души делать Почему Конор Да еще сибирский Все очень просто Посмотрите на меня Я красавчик Я красавчик во всем Посмотрите на эту бороду Посмотрите на эти волосы Посмотрите на эту внешность Просто это что-то с чем-то Я скажу даже больше Это наверное не я под Конора кошу А Конор под меня косит Ага Я к этому относительно недавно пришел Но это замечательное явление Думаешь он тебя увидел Где-то Да он меня давно видел уже Он давно знает обо мне И он просто ждет Когда я приеду к нему На его фавелу И просто мы раздавим По чашечке Эля А я думала ты хочешь Конора раздавить Безусловно Я его раздавлю Но это будет чисто Спортивный Сам себя считай Спортивный интерес Знаете как говорят Ученик превзошел учителя И в этом моменте Я реально превзошел учителя Ну давай серьезно Вот Конор твой кумир Конор Макгрегор Сто процентов Это есть Что больше всего нравится В Коноре Макгрегоре Он же скандальный Красавчик Нравится все Нравится мышление Нравится подход Нравится его образ жизни Нравится как он Я не говорю сейчас В последнее время А вот именно когда Все кто знает Конора Макгрегора Все кто следил Все знают Какой у него по-настоящему Сильный тернистый Тяжелый путь Как он его проходил Мне нравится его супруга Дит Девлин Это вообще замечательная девушка И надо знаете То есть ты еще и на супругу Глаз положил Я вам скажу больше Я не то что положил Я себе искал даже Такую же супругу Как Дит Девлин Дит Девлин Ты просто солнышко Дит Девлин Будешь смотреть Обрати внимание Дит Девлин Ты замечательная Я готов ее носить на руках Но она сделала реально Без ее помощи Вот давайте будем честны Потому что Всегда есть успешный человек Пускай творческий Неважно В каком направлении За ним За сильным человеком Чтобы понимали Стоит сильная женщина Девушка Женщина Неважно Главное Что вот эта вот частичка Почему я к девушкам Отношусь трепетно Да потому что Я вас всех люблю Вы солнышки Вы бриллианты Мы без вас В этой жизни никуда И вы наше все Как красиво говоришь Но кстати про девушек А когда не говорили Про девушек Я поняла Вот перебью тебя Девушки Любят ушами И это прекрасно И они заслуживают это Чтобы им говорили Прекрасные Замечательные слова Вот я уже растаяла Видишь Сижу Уже забыла О чем я тебя хотел спросить Ты прекрасна Как никогда Дай я тебя обниму А я вспомнил Подожди У тебя Диде У тебя Диде Сядь Диде скоро приедет Слушай А я тебя познакомлю с ней Хочешь? А мне она зачем? Ну как зачем? Слушай Это легенда Это ну реально легенда Я считаю Есть чем поделиться Есть о чем поговорить Давай я лучше с Конором А ты Диде тогда забирай Все По рукам Круто Вот это четко Про девушек Про девушек В твоей команде Были одни девушки Кстати я вас обниму Вы посмотрите Какая же команда Если бы я мог выбирать Я бы никого не поменял Я выбрал бы Тех же самых бриллиантиков Это настоящие чемпионы Это настоящие Сильные титаны Которые разнесут Все это шоу По настоящему Мы титаняшки Титаняшечки Прекрасные девушки Мои любимые Замечательные титаняшки Что одни девчонки? В общем Получилось так Что я попадаю В число Сильнейших Атлетов Из 99 И по порядку Я становлюсь Под номером 10 То есть от 1 до 10 Соответственно я 10 Я самый последний Начинается выбор команд Распределяют команды Все сразу там Ну то есть титаны Это же это все Это фейерверк Взрыв Там что-то таскать Там не знаю По 100 килограмм Там у всех сразу мысли такие Они что начинают первые делать Бугров, качков Как я говорил Синтольных качков Себе вот этих набирать Которые там Ну и конкурентов себе Да То есть за 100 За 130 они там весят Они просто понимают Что Якобы вот это вот шоу Да Ну все как понимают Что это шоу Это спортивное шоу Там много будет Якобы тяжести Много будет Каких-то тяжелых Много чего надо будет таскать И у всех это впало В подсознание Что надо прям реально Заряженных быков брать И они себе набирают Одни Я стою так короче Они уже все смеются там Ха-ха-хи-хи Мне вообще по барабану Отвечаю Вот у меня в жизни Такая есть тема Что когда человек Чем человек слабее Тем больше я за него буду топить Не важно кто это будет Какого он пола А тем более если девочки Почему девочки Еще раз повторюсь Потому что У меня у самого доча Воспитывается Ей 10 лет Она у меня джудо занимается А она у меня принцесса Она всегда мне говорит Папа звонит Я делюсь с тобой Своей энергией Хоть у меня ее немного И я так же У меня прям ну реально До слез было Я прям ну тронулся этим моментом Но это прекрасно Это замечательно И когда я вижу Подумбную ситуацию Вот еще земочка У меня есть И Таняшечка Я люблю тебя А она прям встала Сразу кто видел Она подошла ко мне Говорит Конор я с тобой Она увидела Всю эту ситуацию Она тоже с Сибири С Новосибирска И все Она вот так вот Дотала Встала возле меня Говорю все не отходи Если кто-то что-то скажет Я говорю Мы вместе с тобой уйдем Одна ты отсюда Точно не уйдешь И все И они давай набирать Все там хи-хи Ха-ха Давай да Конор Сейчас дуется Они там на синхронах Я потом смотрю Но у некоторых Было такое мнение Что ты собрал Женскую команду Не случайно И что девочки Это наиболее слабые Конкуренты Которые все равно Вылетят по ходу шоу Собственно это и произошло Не было ли в этом Какой-то хитрости С твоей стороны Вот смотрите Начнем так Если здраво рассуждать То всем было понятно Что это шоу Да Эти испытания Которые там Предоставлены В Титанах конкретно Это не для девочек Вообще не для девочек Все здраво Да Понимали Что рано или поздно Полуфиналу Как минимум Вылетит Сто процентов девочек Ну пускай девяносто девять Да там Потому что были там И олимпийские чемпионы Которые заслуживают Реально дойти до полуфинала И до финала В финале даже Да как мы видели Они дошли И поэтому Тут я скажу так Здесь конкретно Сама судьба распорядилась Ну Я просто красавчик И счастливчик В этом случае Я просто готов К этому этапу жизненному Я просто должен был Там оказаться Я должен был Именно сделать выбор В пользу девочек Даже не то что я сделал А это сделал Как вы все видели Искусственный интеллект Он распределил нас Поэтапно По командам А дальше больше Дальше они Себе всех разобрали Ну а мне остались Остатки А как говорится Там да Всемирная Вот эта известная поговорка Остатки сладкие И смеется тот Кто смеется последний И тут в любом случае Я не прогадал Я знал Я тот Как тот самый Маленький ребенок Я стоял И я понимал Что мы то всех выиграем Мы то будем В любом случае победителями И так оказалось Я остался народным чемпионом Как ни крути А как ты думаешь Вообще Зачем шоу Титаны Зовут девчонок Если у них нет шансов По большому счету Все очень просто Как ты мне сказала Шоу То есть посмотреть Как издеваются Над бедными девушками Которые не прыгнуть не могут Ни тяжелые поднять Ни в коем случае Вы видели моих титаняшек Над ними разы можно издеваться Да они сами кого хочешь уроют Они сами кого хочешь нос надерут Поэтому тут в любом случае Это элементы шоу Это всегда интересно И там были как блогеры Как повара Так же и олимпийские чемпионы И как вот на этом фоне Вот именно на этом контрасте Они себя покажут Те самые хрупкие девчонки Независимо от профессии Независимо от статуса То есть людям всегда интересно Люди всегда испокон веков Хотели посмотреть хлеба и зрелищ И собственно говоря ТНТ в этом плане преуспели Они реально сделали По-настоящему Прекрасное шоу Но я не про продюсеров шоу Про твое личное мнение Справедливо вообще звать В такие шоу девчонок Которые травмы получают Да Справедливо Справедливо Почему? Потому что Здесь же не было Какого-то там добровольно Принудительного Здесь же не было там Кого-то заставляли Что-то то или иное делать Все же шли по своему Так скажем Желанию Ну то есть Инициативу сами проявляли Поучаствовать Я скажу больше Вот есть у нас Анна Которая участвовала в Ниндзе Она любит очень сильно Соревноваться именно с мужчинами Не просто с мужчинами А с сильными мужчинами Которые действительно Чего-то добились Чего-то могут Какие-то оппозиции составить То есть Ей это нравится Ей это в кайф Ну и как мы можем запретить Просто я сам знаю Что у меня растет ребенок Я никогда в жизни Ничего ей не буду запрещать Она у меня будет свободна В своем выборе И так же и здесь Девчонки Они такие же люди Они так же заслуживают Внимания Так же заслуживают Вот этих соревновательных моментов Ну если она хочет С мужчиной Ну понятно Что мужчина В априори сильнее Но если это ее сугубо Личное желание Почему мы должны Ну как-то это ограничивать Свою дочь Отпустил бы ты Сто процентов Я скажу больше Если моя дочь Решит заниматься Профессиональными боями Я ей слова не скажу А как это случилось Она начала заниматься спортом Она мне позвонила Мы уже с супругой Не жили года три Звонит мне и говорит Пап Я никогда в жизни не говорил Надо там идти в спортзал Надо там спорт Вот физкультурой В школе занимается Все Для меня это было достаточно Я почему-то всегда Наоборот хотел Чтоб она ходила Там танцевала Я не знаю Кройки шитя какие Ну какое-то такое Девичье занятие Может там какие-то вещи шила Может модницей Какой-нибудь стала Смысл такой Что девичье Ремесло Чтоб у нее было Она мне звонит Папа Я записалась на дзюдо А я уже в то время В ту пору Так скажем В Сибири Орал Шумел Как бы шоу дел Она это все видела Ребенок Детям не надо Там говорить Или настаивать Их надо учить Собственным примером И собственно говоря Я в жизни это понял Я это пережил Я теперь понимаю Как влиять на своих Собственных детей И в дальнейшем Когда у меня будут Появляться дети Я уже знаю Какая методика Конкретно Для моих детей Подойдет Среди участников Были и олимпийские Чемпионы Чемпионы мира И там есть Самые выдающиеся Личности В мире спорта И тем не менее Все они вылетали Друг за другом Вот как ты сам считаешь Какие качества Главные для этого шоу Чтобы победить Все таки Самые главные качества Это быть универсальным Во всем Это собственно говоря То самое качество Которым я обладаю Я люблю бег Я люблю многоборье Я люблю бороться Я люблю бокс То есть я люблю различные Я люблю там На велосипедах кататься То есть все Что связано С активным образом жизни Я люблю марафоны бегать Оно подходит Именно таким людям То есть которые Хотят себя попробовать В чем-то новом То есть там как раз Были и гимнастические Какие-то моменты Я понимал Да В глубине Да Себя Что где-то в моменте Там если будет Что-то связано С гимнастикой Потому что там и были Чемпионы олимпийские По гимнастике Топовые чемпионы Не просто чемпионы А именно топовые Которые на сегодняшний день На плаву И они профессиональные Они показывают яркие И высокие результаты Но я эти мысли Убирал в сторону Я всегда себе говорю Что я чемпион Я лучший И я сделаю все Самым наилучшим образом И собственно говоря У меня это получилось Тебе не показалось Что самые лучшие условия В принципе там были Именно для гимнастов Очень много было испытаний Связано именно вот С этим Подтягиванием разными Раскачиваниями А все остальные Вот эти вот мужики накачанные Которые тяжести невозможные Могут поднимать Они как-то были Ну они даже бегали Вы видели как они бегали Вот так Вот никому не в обиду Я всех титанов люблю Со всеми титанами Хорошо общаюсь Но вот это вот Перекачанное Вот так вот бежать Но это сильно Это перебор конечно Это я даже скажу Не для них Они ожидали Что будут тяжести Будут какие-то там Толкания Вертать что-то Там надо будет То есть Ну какие-то стены Можешь ломать Там с кувалдой бегать Но этого там было Минимум Там очень мало было Таких испытаний Которые действительно Были для тех ребят Которые занимаются Тяжелой атлетикой Да назовем так Поэтому ну В целом В целом Вообще Эти испытания Они были универсальны И правда Самое слабое звено Как показала Практика Вылетала Раз за разом И тут я считаю Все вполне адекватно Слушай Но победителя Этого шоу Тоже называли Слабым звеном Магомед Расул Рабаданов Победитель Но вот когда Посмотришь на него И когда он стоял Вместе со всеми Но меньше всего Ты подумаешь о том Что этот человек Может победить В шоу Титаны Как у него это получилось Есть в жизни Такая штука Как удача Везение И просто Видимо настало Его время Пришло его время Я говорил еще там На шоу Что возможно Он выиграл Возможно он победил Ну народную любовь И какие-то Возможные плюшки Да Излег из этого я Потому что Я вам скажу Я не хвалю себя Ни в коем случае Но я понимаю Что я отдавался максимально Я отдавался на камеру Так что Я приезжал домой И падал без сил Потому что я понимаю Эта игра И эту игру Надо либо быть Реально достойным И первым Чтобы показывать По-настоящему людям Интересное зрелище Чтобы они сидели Просто после трудового Тяжелого рабочего дня И получали Кайфовали удовольствие Получали яркие Настоящие Что ни на есть Живые эмоции Потому что у нас Много было там Богатырей Много было там О чести Отваге Говорили людей Но по факту Эту отвагу Эту честь Показывал только Один человек И этого человека Вы знаете Он сибирский Конор Сидит перед вами Прямо Подожди Давай вернемся К финалу Все-таки Ты остался Один на один С магой В финале Конор тянет А я думаю Что нужно полностью Перетянуть Не признаю свисток А потом Все Раз идет свисток Бесконечно Я отпускаю И вам нужно было Перетягивать Канат И вот что В этот момент У тебя не получилось Ведь ты мощнее был Этого парня Маги Я скажу так Я был Не то что был Я и сейчас могу Это уверенно И смело сказать Сильнее Тяжелее По весу Да я имею ввиду Ну во всем Я можно сказать Его превосхожу И по росту Да Но тут Не хватило техники Если копнуть поглубже Но мага Мага в любом случае Красавчик Ни в коем случае Я не жалею Об этом поражении Ни в коем случае Я всегда говорю Я получаю Бесценный Драгоценный опыт В том или ином Да направлении Где бы это ни случилось Как бы это ни случилось И он Насколько мы знаем Скалоласкаскадер Он умеет Работать с канатами У него это Можно сказать Не то что в крови У него есть опыт Есть техника Мне не хватило Только того Что у меня не было техники Я не знал Как правильно воспользоваться Я просто потратил Все силы В самом начале Взрывался Там Горцовал Но он закрепился ногами Вот уперся в эту планку Все то же самое было у меня И намертво встал А ты куда-то полез Потихонечку Я полез только потому Что у меня начали Забиваться икры Забиваться руки То есть руки у меня Вообще в моменте отказали Все что у меня было Была как единственная Возможность Это обкрутить Я там себя чуть не задушил Этим канатом И лежать держать Хотя бы выждать То есть маленечко Чтобы руки отдохнули Набраться сил Восстановиться И попробовать его дернуть Ну то есть психануть На последних так скажем Парах Но силы Силы в моменте покинули Ты сейчас назвал Его победу Некой удачей И везением А в чем ему повезло Нет Я не прям Прямым текстом Сказал что Везение Удача Я говорю В жизни существует Такое как Удача и везение Эти факторы Пускай Там не 100% Но по соотношению Процентовки Он есть И Ну глупо это я думаю Отрицать Потому что Ну как вот Ты сама повторилась Что много Олимпийских чемпионов Много там сильных Выдающихся атлетов Которые действительно Могли быть на его месте Но оказался Именно он И именно я Почему? Ну потому что Видимо может быть Его время пришло Первые так скажем Вот эти лучи славы Которые он получил И самое главное Ему в жизни Правильно ими воспользоваться И в том то и дело Что Кто как воспользуется этим Я считаю Оно имеет место быть И поэтому Ну то есть Тут отрицать Это бессмысленно Я видела Что ты переживал Исход финала И свой проигрыш Назвал позором И даже в сердцах Сказал что Ну что это такое Проиграть карлику Что тобой руководило В этот момент Эмоции? Я скажу так Да В моменте Меня накрыли эмоции И так как я Спортсмен И любой Смотрящий Да На меня человек Занимающийся спортом Пускай даже не профессиональным Даже любитель Но который горит своим делом Любит свое дело Да Вот это вот Детище свое Я всегда называю То чем я сегодня занимаюсь Он меня поймет Здесь нереальные эмоции Потому что Мужчины Вообще в априори Они победители Они не любят проигрывать Им всегда хочется Быть первыми Если ты что-то взял Ты должен довести до конца Ты должен сделать это красиво Ты должен сделать это максимально качественно И максимально довести это Но здесь Наверное да Наверное может быть Какой-то вот этот момент Он меня подзбил И я Это не скажу Что красит мужчину Когда ты не можешь Самообладать Своими эмоциями Не можешь там Себя держать в руках Но тут в моменте Да Я потерял вот этот Именно запал у меня Он прям Через края Вот эта вот энергия Начала литься Я не смог себя контролировать В моменте даже Я ушел Со съемочной площадки Я посидел там Побил кулаками В стенки, в полы Все что было Ко мне подходили люди Пытались успокоить Я говорю Ребята уйдите Оставьте меня буквально Там на 5 минут Сейчас я сам С собой разберусь Сам себе там Объясню Почему так происходит Я посидел Вспомнил слова Своего менеджера Он у меня Замечательный человек Который всегда Со мной рядом Всегда меня поддерживает И то есть Я понял Что я профессионал В своем деле Я должен просто Взять себя в руки Собраться Выйти И довести Мать его Эту работу до конца И собственно говоря Я это и сделал То есть Когда в твоей жизни Правильные люди есть Правильные диалоги Правильное общение Это всегда помогает мне И собственно говоря Вот это и сыграло роль Я вернулся И довел эту работу до конца А перед магой Ты извинился за свои слова? Я вам скажу так Что Перед магой Вполне да Мы с ним общаемся И сейчас В живую То есть У маги нет никаких Ко мне Там не знаю Недоговоренности Или обид каких-то То есть Мы с ним реально В хороших отношениях И он Сам тоже понимает Что это Отчасти Элементы шоу И отчасти Это эмоции Которые берут Зачастую вверх И это нормальное явление Он как мужчина Мужчину понимает И это бесценно Когда у людей Есть понимание Всего вот этого процесса Всего вот этого Масштабного Именно мероприятия Потому что Это реально было Громкое событие Это шоу Которое было Освещено На всю страну И среди Многие люди болели Переживали Как за меня Так за него И надо понимать Что на меня Была возложена Большая ответственность В том плане Что я понимал Проиграв это Чего будет Это мне стоить И да И в моменте Я просто потерял Можно сказать так Голову Но это ненадолго Я смог себя взять в руки И я вернулся Так скажем А вот Конор Никогда не жалеет О своих высказываниях Нет В том плане Что Я сказал Что я жалею О высказываниях Ну ты сказал Что да Надо мной эмоции Возобладали Я имею ввиду Конора Макгрегора Твоего кумира Что он как Что-нибудь ляпнет И что-то выдаст И никогда потом Про это не жалеет Нет В том-то и плане Он Хабиба трусом назвал Я же и говорю Что это элементы шоу Вот ты мне задаешь вопрос Перед Магой извинился Я говорю Мы с Магой хорошо общаемся Мне не надо перед ним Даже извиняться Он понимает То есть он не обиделся Да Он понимает Для чего это было сделано И с каким помыслом То есть какой посыл здесь был Это шоу Это надо делать И должны быть Я всегда говорю Когда я делаю Какое-то Вот у меня Настает какое-то Противостояние Всегда должно быть Плохое Да Доброе и плохое То есть добро со злом Должно воевать Все фильмы Мультики Мы с детства смотрим Всегда противостояние Добра и зла Ну то есть Такие как бы Плохой персонаж И хороший персонаж И этим самым Ты придаешь Краски Этому противостоянию Ты его разгоняешь Ты начинаешь Прогревать То есть А здесь соответственно Уже все вытекающие Плюшки Здесь уже и просмотры И рекламодатели И дивиденды Уже совсем другие То есть все мы это понимаем Поэтому я и говорю Что я один из немногих бойцов Кто эту кухню понимает И кто готов делать историю По-настоящему Яркой и зрелищной Я так понимаю Что после шоу Титаны Ты стал народной звездой Что тебе принесло Народным любимцем Так скажем наверное Что тебе принесло Участие в этом проекте Деньги Популярность Внимание женщин Чего больше Да я скажу так Что собственно говоря Я ничем не обделен В плане Но здесь конкретно Этот проект Немного чего принес Особенно наверное Вот народную любовь А в чем она проявляется Тебя узнают на улице Народная любовь Это каждодневные После особенно финала Сообщения Там Ну прям очень много Засыпают Буквально Вы мои хорошие Любимые Вы самые замечательные Вы как бриллиантики Которые постоянно Душу мне греют Вы самые лучшие Я люблю вас Это ты кому? Кто к тебе в директ пишет? Это я всем Нашим женщинам страны Которые за меня топили Даже ну не только страны Наверное И за рубежом Много там болели Ну по-настоящему Реально трепетно И душесчипательно Они пишут Такие слова Что реально Пронизают до глубины души Ты народный чемпион Ты там на всю жизнь В моем сердце Я не знаю Но это безусловно Приятно и прекрасно А на улицах подходят? Да На улицах подходили Еще до этого всего А кто? Женщины или мужчины подходят? Раньше было так Что мужчины Пацаны Ну мужчины редко В основном парни Там до 40 лет Ну бывало там 45 Ну 45 это редко В основном молодежь А сейчас уже Ну и женская аудитория Они прям когда видят Ну бывает такое Что вот кстати Вот еще хочу сказать Милые мои прекрасные дамы Если вы видите где-то меня Не стесняйтесь Не пугайтесь Моего внешнего вида Может быть я реально Грозно выгляжу Вы всегда можете подойти И сфотографироваться со мной Поэтому И познакомиться Познакомиться безусловно Я же кстати холостяк Между прочим Ну вот видишь Воспользуйся как раз таки Тем что ты даешь интервью Скажи Какие девушки тебе нравятся Давайте невесту искать Мне нравятся все девушки Главное Чтобы у нее была душа Великая Как наша страна Россия Ну давай все-таки От красивых слов К конкретике Какая девушка тебе нужна Ты же со всеми Не будешь встречаться Хоть я вижу Что настроен со всеми Познакомиться Слушай Слушай ну это наверное Я скажу так Что конечно Я могу выпендриваться И говорить Что в любом случае Еще не нашлась Та единственная Которую я ищу Но я в активном Так скажем Поиске Поэтому тут знаешь как Я скажу так В том плане Что у меня не было семьи Мне хотелось бы Чтобы она была семейная По-настоящему То есть Чтобы я приходил домой Бегал тот самый маленький Карапузик Встречал меня С тяжелых Изнурительных Там работ Съемок Да То чем я сегодня занимаюсь И от чего Я получаю удовольствие По-настоящему Я всегда говорю Что работа Это мое хобби Хобби Это моя работа Поэтому Я То есть Ну по-настоящему Рад и благодарен Жизни То что у меня сегодня есть И поэтому Касаемо девушки Мне хотелось бы Да Чтобы она Именно была Знаешь Хранительница очага Дома сидела Борщи варила Да Я скажу так Когда я буду Строить с ней отношения Когда я полюблю Этого человека И если я по-настоящему Увижу Что она реально горит Она реально живет Редеет за свое дело Я сделаю все Чтобы ей помочь Чтобы у нее Процветало ее дело И я буду рядом Всегда Я буду ее Надежным тылом Так скажем Надежной поддержкой И опорой Тут в любом случае Тут все зависит От ситуации Сейчас можно Много моментов И говорить Как оно можно Как нельзя Я такой человек Я за свободу За то Чтобы было Свободны были оба мы То есть Не было такого Что кто-то кому-то Что-то навязывает Кто-то кому-то Что-то там говорит Вот это можно Вот это нельзя Но в любом случае У меня есть свои принципы И границы Ты сказал Что у тебя Не было семьи Но ведь у тебя была жена И дочь Есть Да А почему Я в том плане Что в детстве В детстве Я всегда мечтал о семье И на сегодняшний день Оказалось так Что То что я имею На сегодняшний день То к чему я пришел К какому успеху я пришел Я пришел Со своей многоуважаемой Любимой командой То есть Команда для меня стала То есть семьей Команда стала для меня Тем стимулом Так скажем Безусловно И моя дочурка Прекрасная Маленькая Тем двигателем Двигаться вперед И прогрессировать Десять лет Десять лет Да То есть случилось так Как случилось Десять лет назад Ты был женат А что не получилось Не десять лет назад Наверное Сейчас Если меня память не подводит Лет семь Что не получилось В этом браке Что не получилось Ну Хочешь я тебе скажу честно Ну Я наверное Не чувствовал Этого человека Своей второй половинкой И не чувствовал От слова Совсем Никакой поддержки И Не было Знаешь Не было Такого Знаешь Вдохновения Что ли Вот как вот Каждая женщина Обладает шармом То есть Она должна Как-то мотивировать Как-то Привлекать Да То есть Не то что там Да скажем Там какой-то успех А именно Мотивацию В твою жизнь Она как-то Ну Может там Словом одним Там Излечить тебя Когда ты Уставший Изнуренный Приходишь с работы То есть Сначала тебя Посадить за стол Накормить Да Как говорят Мужчине Да Путь к мужчине К сердцу Лежит через желудок Все верно Есть такое Потому что Когда мы покушаем Мы сразу таки Добреемся Так прекрасно То есть Тя не кормили То есть Меня Даже были Такие моменты Почему я говорю Потому что Это отпечаталось В моей жизни Меня даже Не кормили Жена не кормила Когда начинали Вести вот эти Вот серьезные Диалоги Дискуссии Дебаты И все прочее Поняли девчонки Надо сначала Конора накормить Сто процентов Чтобы мужчина Стал добрым Надо сначала Конечно Сделать все Так называемые Прелюдии Да Как ну вот этим Банальные Ну это элементарно Ну просто хочется Вот этого Мне вот на самом деле Вот сегодня Хочется прийти домой И чтобы у меня Вот эта вот Хранительница очага Была настоящая То есть без всяких Там каких-то секретов Сюрпризов Такая какая есть Ну давай все-таки Поконкретнее Девушке Жене твоей Не нравилось что Чем ты занимаешься Или твой характер Вот чем я занимаюсь В том числе Тоже не нравилось Почему Потому что Не верил никто Что я могу Чего-либо добиться Почему Потому что Я парень с приюта И казалось бы Вся жизнь у меня Будет такая Что я буду работать Где-то на заводе Или на какого-то дядю Там пилорамы У нас развиты Да То есть Или где-то там Не знаю Машины охранять Смысл такой Что не верил никто От слова совсем И все говорили Ты дурачок Допрыгаешься То есть Сейчас буквально Ему сколько уже Там 28-29 По башке надают И он вообще Забудет Мимо подъезда Там будет с голубями Ходить здороваться Там с воробьями Ну смысл такой Что был Ну прям Все были пессимистически Настроены И все постоянно Мне вот это Масло в огонь Подливали Что у тебя Ничего не выйдет У тебя ничего не получится Ты ни к чему не придешь Кончай этой ерундой Заниматься Иди уже работать Берись за голову И постоянно это было То есть Это ну не знаю В неделю Наверное Два-три раза Чуть ли не стабильно В общем А я был просто Упертый в своем деле Если я за что-то берусь Мне хочется довести его до конца А кто была эта девушка Как ее зовут И где вы познакомились Это первая жена Обязательно нужно ее имя Да Знать Ну интересно Ты теперь публичная личность Это первая жена Ну просто Знаешь Мне и хотелось бы И не хотелось В тот же момент Ну вот говорю как есть Просто может быть Это нужно А может быть Она посмотрит Это интервью Она в любом случае Посмотрит Я сто Тысячу процентов Уверен Она все смотрит Привет тебе солнышко Ты самая лучшая Помни Благодарю тебя за то Что ты подарила мне Такую прекрасную Доченьку Принцессу Мне кажется Что она Тебе даже Позвонить уже Должна была И поздравить Знаешь как я тебе скажу Когда у нас Происходил Именно Расставание Так скажем Когда я пришел В один из Вечеров Домой После тренировки Замученный Когда между прочим Меня накормили Я тебя помню И смысл такой Что я вот так Захожу Короче Сумку бросаю Спортивную С робой Ну с вещами После тренировки Они там В поту Все грязные И вещи стоят Я такой Смотрю на эти вещи Думаю Может быть Ну когда-то Вынести их надо Или кому-то Отдать Или вообще Что Ну может Старые вещи В сарае унести Мы в доме жили И все И она такая На меня смотрит Говорит Все типа Приехали Я говорю В смысле куда Она говорит Ну типа Надо типа Расстаться То есть Вот так вот Сходу сразу Я говорю Ну Это конечно интересно Но может быть Поговорим сначала Как бы там Присядем Там может быть Я не знаю Покушаем что-нибудь Для приличия Она говорит Нет Типа Забирай вещи И уходи Я говорю Так а ты Ну действительно Сама решила Ты хорошо подумала Об этом Ты не пожалеешь В дальнейшем И она мне выдает Вот эту вот Душесчипательную фразу Которую я запомнил На всю жизнь Наверное И меня наверное В 2 часа ночи Разбуди Спроси Что тебе сказала Жена при расставании Я ее именно выдам Что Она говорит Да возможно Я пожалею Однажды Но сейчас Мне нужно именно так Типа сделать Поступить А как ты думаешь Я собрал вещи и ушел Как ты думаешь Она пожалела 100% Зная психологию людей Человеческую Точнее даже Не то что там Людей А именно женскую Особенно То есть Она пожалела Это есть Ну как есть Говорю Пускай Я могу может быть Даже ошибаться Я же такой же Как все люди Но в этом моменте Я на 1000% Уверен Что я не ошибаюсь Не знаю почему Но я в это верю И просто знаю Если завтра Она позвонит Попросит тебя Встретиться И вообще Захочет может быть Начать все сначала Как ты отреагируешь У нее есть муж И я желаю им счастья Она уже и замуж вышла Я никогда в жизни Не буду лезть В чужую семью И для меня это табу Запрет Я знаю просто Что это И я знаю что Ну На что я способен Ради семьи Поэтому для меня Это прям Большое большое Прямо ограничение И я желаю только счастья Пускай у меня все будет хорошо Вот после этого брака Доверие к женщинам У тебя не пропало? После этого брака У меня доверие к женщинам Не пропало У меня появился стимул Стать сильнее Стать еще круче Добиться всех своих мечт Которые А то о чем я мечтаю Показать хорошие результаты То есть Мне в первую очередь Наверное Изначально хотелось Заниматься своим любимым делом Так чтобы меня никто не отвлекал Никто не лез ко мне Никто не говорил Как правильно Куда мне пойти Куда поехать Что мне сделать Или где я должен работать Или с кем я должен находиться То есть У меня именно Наступил такой момент В жизни Когда я мог посвятить Все время себе Так скажем В том плане Чтобы развиваться Для развития Читать книги Изучать психологию Это было круто Это было по-настоящему Замечательно В моменте Да Было тяжело Я скажу честно На протяжении года Я старался Старался помириться Там как-то примириться Там прийти Там к какому-то общему Там вот именно Знаменателю этому Но у меня не получалось Потому что С той стороны Было отрицание То есть Она меня отвергала И однажды Просто точка невозврата Произошла И все Я правильно понимаю Что участие в шоу И популярность Которая сейчас у тебя есть Тебе добавило Уверенности в себе Что теперь Ни одна женщина Не может мне сказать Что с чем ты вообще Занимаешься Иди на нормальную работу Я скажу даже Дело не в участии Участия в шоу В данном Дело в том Что Я по жизни Одиночка То есть Так скажем Ну то есть Я в приюте был один На улице Когда бывало Там сбегал Тоже можно сказать Большее время Я проводил один Ну один И в кругу друзей В кругу компании Постоянно у меня были друзья Постоянно коллектив Для меня важно В жизни коллектив У меня даже Когда семья Первая Вторая семья была У меня всегда Были друзья В моей жизни Они всегда будут И были И всегда вхожи В мою семью То есть Не важно Сколько времени На дворе Они всегда могут приехать Они всегда могут На меня положиться И для меня это важно Но не каждой женщине И девушке Там это нравится Но я всегда говорю На берегу Вот эти моменты обсуждаю Всегда ко мне Может приехать друг И положиться на меня То есть Просчитывать Один словом Но это отпечаток Тех лет Когда ты маленький Попал в детдом Правильно я понимаю? Возможно Я не отрицаю Да Это все с глубины детства Это же психология Как так получилось Что в детстве Ты попал в детдом И вообще Каким было твое детство? Слушай Мое детство было На самом деле Таким интересным Шуботным Таким знаешь Драйвовым Очень много драйва Я скажу В моей жизни Было именно Касаемо детства Это же были еще Те годы Когда собирались Там в банды Сколачивались Там стрелки Вот эти знаменитые Штабы То есть слово пацана Сериал Слово пацана Это наша тема Это да Я этот сериал Смотрел Прям с таким трепетом Я ждал Я не спал на чем Расскажи В какой семье Ты родился Откуда ты Ну так скажем Я с Иркутской области Это Сибирь Да Всеми нами любимая В моем сердечке Иркутск Родной Любимый Чунский район Поселок Лиссогорск Именно там Проходило мое детство И случилось так Что Переехав с Иркутска Мы вот В эту маленькую деревушку Где там население Да Условно говоря Там 12 тысяч человек Она большая Сам этот район Он раскидан Там много населенных пунктов И конкретно Где я жил В поселке Там 4 тысячи всего Населения И собственно говоря Мы туда приехали Устроились родители ЛДК Был такое дерево Обрабатывающее предприятие Которое занимало Второе место По России И собственно говоря Они там начали Злоупотреблять Зеленым змеем Да Как его в простонародье Называют И папа И мама Папы Царства небесного У меня уже не было Мне было наверное Не соврать Года 4-3 Когда Он попал в аварию Его не стало Я получал По потере кормильца Пенсию Еще тогда Насколько сейчас помню И у меня вот брат старший И мама Вот мы приехали В эту деревню Они устроились Они ходили В две смены Он допустим В ночь ходил на работу Мама там в день Я можно сказать Предоставлен был сам себе Потому что у них там Ночь работают День отцепной Опять ночь работают И вот так они Друг друга меняли То есть Разные были у них направления В плане работы Ну что Они не пересекались Друг с другом практически То есть у них Они постоянно Набирали сил Отдыхали И я можно сказать Был предоставлен сам себе Я в школу ходил сам Ну якобы ходил Я ее прогуливал в основном Потому что Мне не хотелось Но я связался С такими ребятами Тоже там Скажем С неблагополучных семей У меня-то хоть было Покушать Там у меня было Все в школу Я как бы Какая-никакая Была у меня Вот эта вот зона комфорта За счет которой Я мог хотя бы Какие-то действия делать Да На то что Учиться там Кушать там В чистоте быть А потом дальше Больше пошло Они познакомились Там Когда мы приехали В поселок Никого они не знали А вот на этой работе Они уже обжились Друзьями Связями Какими-то небольшими И начали Злоупотреблять И потихонечку Попивать Так скажем И все И потом Дошло до такого момента Что Начали пропивать Все что дома было То есть И мои даже Школьные какие-то Принадлежности Зачастую Они на меня обижаются А я скажу так Что вы мои родные Я вас люблю Никогда в жизни От вас не откажусь Ну Это история Жизненный этаж Чтобы замотивировать Других Таких же детей Возможно С приюта Просто ну Был такой момент Когда я с мамой Общаюсь Она у меня Сейчас здесь Тоже в Москве Находится в санатории То есть Ну Мы помогаем То есть Как можем Друг другу Она меня поддерживает Своей материнской любовью Я там могу Ее тоже поддержать Финансовую составляющую Куда-то отправить То есть Это прекрасно Я рад Я благодарю Каждый день Каждое утро Жизнь За то Что она мне дает Такие возможности То что Я стал именно Тем человеком Которым я себя видел Когда-то в детстве И в любом случае Случилось так Как случилось Ну вот момент Когда ты попал В детдом Момент Я так понимаю Что органы опеки Какие-то Пришли в дом Это же вот Все вытекающее То есть Соответственно Я не ходил в школу Я вел Такой образ жизни Что вот эти вот Штабы Я повторюсь Шалаши Вот эти Которые были Постоянно там Девчонки Пацаны Ну понятно Там постарше Повзрослее уже Нас И я Можно сказать Я не жил даже дома Я в основном Вот в этих вот Компаниях Тусовках Там какие-то Дискотеки проходили По выходным Мы на дискотеке На эти забегали Там Какие-то разборки Стрелки И туда короче Ездили Ну все это было В жизни Вот реально И там И душили И убивали Можно сказать Ну вот у меня Было в жизни Такое в детстве Что меня душили Я уже отъезжал Как бы Ну то есть Я уже чувствовал Что все А по какой причине Что случилось тогда Да просто Пацаны бухают Взрослые Разные же люди Разный контингент У кого-то там Не совсем Есть такие ребята Как умственно отсталые Которые даже Школу не заканчивали Вот Ну представляете Когда он выпьет алкоголь А что у него в голове Я там какое-нибудь Слово скажу Ну я еще там Мне там что Лет 10 Я там Не понимаю даже Значение этого слова Я могу его так брякнуть И все У них перекрывает Они выходят И погнали Душить там Что-нибудь еще Ну то есть У меня вот как Я не забуду Никогда в жизни Я всегда видел Смотрел фильмы Когда говорят Отъезжаешь Уже уходишь В потусторонний мир Перед глазами В жизни В глазах Как комиксы Вся жизнь твоя Пролетает Вот у меня Такой момент был Я его пережил И скажу Это не самый приятный момент Который бы я хотел Еще раз испытать Но сам факт Что я его прочувствовал И потом Когда где-то Я по телевизору Смотрю подобные ситуации И рассказываю Я понимаю Что такое есть Это имеет место быть И собственно говоря Вот из-за этого Пришли органы опеки Чтобы было понимание У нас была квартира Двухкомнатная Там не было ничего Кроме стола Стула И кровати Без матраса И я там с мамой сплю Так в обнимку Маленький Мама там тоже В чем В верхней одежде Да там возможно И все И они приходят Они мне говорят Мы тебя отведем Просто покажем приют А я то сам понимаю Что я маму люблю Материнское сердце Для меня все То есть я пропитан Вот именно Любовью материнской Вот своей семьей Я ее ни за что не променяю Я уже как будто Как универсальный солдат Я уже тогда был Приспособлен Вот к этим Вот непонятным условиям Тяжелым там Без еды Без воды Да условно говоря Без еды Тебя не кормили Ну я сам Можно сказать Мы сами ходили Там и зарабатывали И где-то даже И попрошли Ну то есть Я же объясняю Что дошла Патовая ситуация Такая Что когда начали пить Началось все продаваться Соответственно Денег не было уже дома И соответственно Кушать то не начали Кушать то надо А чем ты питался тогда? Чем питался? У нас был Огромный коллектив Вот этих вот ребят Где постоянно Вот эти вот у нас Штабы Шалаши Мы собирались Они из дома приносили У них там более-менее Состоятельные родители Кто-то хлеба Кто-то супа Кто-то еще Кто-то сало Где-то мы там Побежим по шпане Кому-то машину Поохраняем на улице Постаражим По ночам Я помню Приезжали ребята Тоже на заработки К нам в деревню Вот в этот поселок Они там просили Мы могли машину охранять Сидишь в подъезде Было лучше Поначалу скажу нет Поначалу я очень сильно Тосковал по материнскому сердцу По моему мулечке Я прям постоянно хотел Я прям постоянно Жил этими мыслями В голове строил Там план побег Как я там сбегу Я с изолятора Даже было дело Сбегал Где стоят решетки Я там Изолятор? Да Ну то есть изолятор Три дня дается изолятор За что тебе давали изолятор Ну это Когда тебя привозят Тебя же еще не знают Твое состояние здоровья Мало ли ты чем заболел Там может У тебя какой-то вирус Чтобы ты Других детей Там же сто человек Ребят То есть я Если они меня сразу В группу запустят Соответственно я как паразит Начну всех заражать Поэтому они тебя сажают Сначала в изолятор Ты сдаешь анализы Кровь Все там вот это вот Вытекающее И после того Как приходят уже Результаты анализов Что ты здоров Красавчик Что у тебя хорошо Тебя выпускают Там с ребятишками Там знакомишься Общаешься И живешь Обычной жизнью И все собственно говоря Вот так это и произошло Ну а в детдоме Тебе было комфортнее Чем дома? Поначалу нет Ну как еда Люди Друзья Меня это ну Как-то не касалось Я даже об этом не думаю Вот честно не думал Настолько Для меня важно было Быть семьей Какие бы условия У нас не были Потому что Я же повторю Что я там и металл собирал Где-то могли подколымить Подработать Мне настолько был Знаете Сейчас скажу Мне настолько был Понятен этот мир И как в нем крутиться Что я реально Ну просто Я даже об этом не думал Ну просто я хотел быть С мамой рядом Все что Какое у меня было желание Это быть с мамой А мама приезжала туда? Мама не приезжала Потому что пили водку К сожалению Но потом у нее Случился не совсем Приятный момент В жизни Она сломала бедро И ей пришлось Уехать в город И проходить восстановление Процедуры Все там То есть Бедро Именно сращивание Именно реабилитация Это очень такой Трудоемкий процесс Потому что я сам С коленом имел дело Я знаю Каково это И собственно говоря На год потерялись И мама И брат И я думал Уже все Родители у меня Ну как бы Я уже смирился Даже с этим Почему? Потому что я начал Заниматься спортом Меня Я когда сбегал Меня поймала полиция Милиция На тот момент еще Говорят А нас всегда пугали городами То есть Если в городской приют Уезут Там с собаками ходят Там надзиратели Там чуть ли не дубинками Там бьют за косяки И мы такие Ну прям Настороженные были Блин Ну не хотим Как ни крути Здесь в деревне Я рядом Мама у меня тут И Да и все знакомо Я здесь всех знаю И они мне говорят Если еще раз убежишь Мы тебя увозим в город Я говорю Все слушаюсь Повинуюсь Не увозите пожалуйста Отдайте меня В секцию бокса И я буду вообще Красавчиком Идеальным пацаном Они короче все По рукам По рукам Я изолятор этот Прошел там Трехдневный Вышел Меня записали На секцию бокса Я в него влюбился Секции бокса Это Повторюсь Не было Думаю Блин Это крутое дело Я могу бить морды Бить просто пацанов Таких же сверстников Как я Ищу И бабки на этом зарабатывать Да это вообще Крутая тема Я короче Полюбил Ну я реально полюбил Потому что я любил Я любил всегда драться У меня это в крови Просто было Ну мне это нравится Я получаю от этого удовольствие Я как будто заряжаюсь А кого ты представлял Когда ты бил Тогда Кого представлял? Да Ведь это своего рода Такой выход агрессии Обиды Злобы Не было такого Ты посмотрел Там условно говоря Телевизор бокс Ты увидел Что там дядьки дерутся И у меня всегда Вот этот запал был Мне всегда хотелось Задираться на постарше Чтобы Допустим Я не только любил бить Но я также любил Чтобы мне накостыляли Ну вот это вот было Да Ну то есть Вот этот азарт Адреналин Он ни с чем Тебе когда там втащат Ты такой думаешь Фу А ништяк вообще У тебя прям Тебя отпускает Ну Это как Я не знаю Это как доза Которую необходимо получить Ну Я просто Кайфовал от этого По-настоящему Когда тебя Забрали из детдома Когда приехала мама? Забрали меня Наверное мне лет 17 16-17 лет Вот так вот То есть ты все это время Был в детдоме Да Лет 5 точно А тебя не пытались Какие-то другие семьи Усыновить там Или что-то Были семейные группы Но В этом плане Я вот Да Насколько я помню Я же вот действительно Я же был лишенником То есть лишен родительских прав Ой Родители были лишены Родительских прав Да И в этом плане нет Я помню Что были такие моменты Что забирали детей Да Вот эти семейные группы Их называют Да Правильно Но в том плане Наверное было Моим замечательным директором И всем воспитателям Сотрудникам Которые там работали Они большие молодцы В этом плане Что Я был ребенком Одним из тех Который подавал Правильные примеры И который Ну мотивировал Так скажем Я всегда заступался За слабых У меня Вот эта черта Всегда была То есть в моей жизни То есть То что было показано На титанах Вот это по-настоящему Во мне есть По-настоящему Оно живет во мне У меня всегда Это задевало Всегда Брало вверх Если допустим Вот даже как В ставках Да Вот Маленечко момент Скажу такой Что Вот мы даже между собой Смотрим бой Какой-нибудь Или Где-то просто Неважно на кого Делаем ставки И есть слабое звено Всегда Правильно И вот на слабое Никто не ставит Все ставят на сильного На фаворита Что он 100% Заберет Мне Вот из принципа Просто я хочу Чтоб он просто разорвал И я вот Как вот бунтарь Начинаю вот на него Из-за него топить И буду тянуть Лямку эту и буду Уверенно говорить Что он заберет Я ему всю свою силу Всю свою энергию Пущу Когда мама вернулась Что она сказала тебе? Попросила прощения Может быть? Когда мама вернулась Она мне Я вот знал Что она приедет Она мне позвонила С Иркутска Это чтобы понимали 700 километров От нашей деревни Она мне позвонила Меня позвали С группы Я спустился Я еще не знал Мне просто сказали Толик тебя зовут Телефону Я бегу Думаю Кто меня может Телефон узнать А у нас телефон Находился У врача У нас такой Этот Диспансер Небольшая комнатка Такая Там врач сидит И у него всегда Стационар Телефон находился Я бежал туда И у меня была Куча вопросов Кто мог меня Ну вообще К телефону позвать Кто бы это мог быть Я подбежал И Когда Сейчас Вот Второй раз в жизни моей Когда я вспоминаю Этот момент Смысл такой Что Я когда вспоминаю Этот момент Я как будто Возвращаюсь в прошлое Я как будто Оказываюсь там Но тяжело Вспоминать Но все-таки Вот знаешь Все моменты Я могу рассказывать Легко Уверенно И с ностальгией А вот этот момент Я вот уже Второй раз У меня прикинул Вот так вот Все меня накрывает Я прям Не могу ничего сделать Это видимо Настолько Вот это вот Сидит В глубине души Это Я не знаю Я не могу назвать Это болью Мне не больно От этого Мне просто Даже слов Не могу подобрать Ну смысл такой Что это по-настоящему Прямо знаешь Как будто я вот Перенесся Понял туда Вот как будто Я сейчас проживаю Вот этот момент Это прям Настолько Трогательно Сколько лет Ты провел В детдоме Лет пять Лет пять То есть через пять лет Ты только увидел маму Да Где-то Где-то вот так Вот такой вот Давай так Ты Я понимаю Ты переносишься Но просто вспомнишь Что она тебе сказала Попросила прощения Или заплакала Или может быть Ты заплакал Я вот дословно Сейчас могу Много чего не помнить Потому что уже Много в моей жизни Событий произошло У меня как вот Сейчас все что новое происходит Старое как будто Начинает защищаться И в моменте Что там сломало бедро Прислось уехать Ты там пожалуйста Не держи зла на нас Не обижайся Ни в коем случае Мы не потерялись Тебя не забыли Ну что-то вот Подобного В этом Я конечно же Я стоял Безумно рад был И прям Просто Не знаю У меня такие эмоции были Как будто мне Не знаю Я помню Мы в детстве мечтали О тапочках резиновых Когда нам их подарили Мы там счастливые дети Ходили Как будто нас Я не знаю На Марс отправили То есть Ну такой момент Что Я реально Я загорелся И вот эти слова Которые она мне сказала По телефону Даже просто Самое даже Давай в сторону Отставим все слова Просто само общение С родным человеком Которого ты любишь Это материнское сердце Это прям Ну Настолько было сильно Трогательно Что мне это еще больше крыльев То есть Ну то есть Окрылило меня Так скажем На маму ты обиды Больше не держал Никогда не было обиды Что Вот вообще Вот этот вот Завсегда ты вопрос Сколько мне его задают Никогда Я не держал обиды И нет обиды Я не знаю С чем это связано Почему Но Я не знаю Я не обижен Я наоборот Благодарен даже За то что я пережил Вот сейчас Скажи после этого Мама уже не выпивала? Нет Когда забрала меня? Нет Когда уже Вот этот разговор Я на сто процентов Уверен Потому что там И состояние здоровья Было такое Что Надо было передвигаться На костылях И уже Я скажу так Что она взялась За голову Когда по возвращению С города Она начала работать Над документами Над восстановлением Она восстановила Все права родительские Все это прошло В судебном порядке Как положено Соответственно Она подготовила квартиру Нас забрали Мы ее обставили Мы ее обставили уже вместе То есть я уже ходил Мы виделись Я там после тренировок После школы В свободное время Встречались Я там посещал Постоянно ее А брат? Брат, да Брат тоже уже Так скажем Взялся за голову Он уже переехал В другой город Он начал там Искать себя Искать свое дело Работу И постепенно Помаленечку Потихонечку Жизнь стала налаживаться Родители Так скажем Мои Кто есть у меня Они там Себя нашли Поняли для чего Им нужно Ну взяться за голову И как-то надо вставать И двигаться дальше Развиваться И в этом плане Они молодцы Они справились После всего Что ты пережил в детстве Твое отношение К алкоголю Ты пробовал Или принципиально Никогда не притрагивался? После того Что я пережил в детстве Конечно У меня к алкоголю Негативные отношения То есть Я понимаю Насколько он Очень опасный Такой продукт В плане На то Что он может Разрушать семьи Какие-то отношения Это очень страшно Ну конкретно В моем случае Это болезненная тема Для меня Это очень Так скажем Такая щепетильная Именно Вообще Вот эта ситуация Вся связана с алкоголем И для меня важно Я даже Когда жил С первой супругой Для меня было важно Чтобы она не употребляла Ну В моменте Я понимаю Что каждый человек Да То есть Свободен В праве выбора И он Ну сам должен выбирать Но у меня Прям стоял тумблер Я там Если где-то там На какие-то праздники Или еще что-то Какие-то там мероприятия Я прям Очень сильно ругался Очень сильно На это вспылял Потом уже Да Я пришел Что человек свободен Он должен сам выбирать Надо ему это Или не надо Но для меня Это неприемлемо То есть Я не одобряю это Потому что Ну вот видимо У меня такой Знаешь Есть Вот этот вот Именно тумблер Щелчок произошел Что алкоголь Это яд И все И я как бы Сам ты не выпиваешь Не могу Нет Для меня это табу Принципиально Не притрагиваешься Принципиально Да Потому что Во-первых Он мне мешает Алкоголь В моей жизни Я же понимаю Кто я Что я И для чего Вообще Все мои труды Они же не просто так Я же не буду их сливать Там да В бездонную яму Мне нужно понимать Что прежде всего Алкоголь Это тот Один из продуктов Который будет разрушать Мой организм Мое красивое тело Да Мои органы То есть Все мое составляющее Оно мне будет Очень сильно Выписывать Да Так скажем Стопари В моей жизни В моей профессии Все же знают Я боец Особенно Мое начало В боях Это ну Я занимался Вот прошлый год У меня было 15 боев И чтобы было У тебя понимание Это месяц Один бой Бывало За полтора месяца Три боя у меня выходило Я вот из боя в бой Ну представь еще Алкоголь Куда В общем Ты идеальный кандидат Для всех свободных девушек Да еще и не пьющий Да еще и Настолько пристально Следящий За своей внешностью Я вот смотрю на тебя И вижу Что ты Делаешь некий улучшайзинг Волосы По-моему Пересадил Да? Съездил Волосы засадил Конкретно Слушай Это знаешь как Это не так давно Началось Этот момент С волосами Подожди Подожди Еще не пересадил Они еще Площадка подготовлена Они в процессе Ну слушай Ну они уже Прижились Я думаю Они уже дают Ростки Они уже там Что-то там Показывают Какие-то А ты хочешь прям Пышную шевелевую Я прям хочу Не то что пышную Я прям хочу Просто экспериментировать Делать Классные Крутые Прически Которые А какие Подожди Ты хочешь Прически Слушай Ну мне вообще Нравится Знаешь Волосы назад Зачесывать Я тут даже Не так давно Носил косички Брейды Брейды Называется Слушай Ну мне нравилось Единственное Мне не нравилось Потому что Это У меня же спарринги Часто Спарринги Борьба Очень быстро Они выходят из строя Ты поборешься Постоянно же Голова у тебя там В борьбе В этой Через тело Через руки Противник Клок волос Противник За волосы Приходится Короче Ну вот эти моменты Единственное Что И они быстро Выходят из строя Начинают торчать Вот это Единственный Самый такой Фактор Что мне не нравилось Но ты это для себя Сделал Или все-таки Чтобы нравиться Женщинам Ну во-первых Я считаю так Что мы в жизни Все делаем для себя Это нормальное Объяснение Каждый человек Должен Любить себя В меру Конечно Но Я не забываю о том Что я медийная личность На меня смотрит Прекрасная половина Человечества В первую очередь И мне хочется Их радовать Я всегда говорю Я человек Рожденный для любви Я человек Рожденный для счастья И я хочу Его дарить Вокруг И всем Я хочу Чтобы люди Глядя на меня Видели Что при появлении Сибирского Конора У них наступает праздник Здесь и сейчас В ту самую секунду И это круто Это не может Не радовать И мне хочется Выглядеть лучше Мне хочется Выглядеть замечательно Безупречно Но ты и так И выглядишь Давайте комплимент Сделаю И тем более Я тебя обниму Вот какой Что за прекрасная Вон Накормить Больше не сите Знаешь Ты лучшая Самая Самая прекрасная Я вино пью Иногда Я учел Все Разговор Вино Вот я сейчас скажу Вино в целях Поддержания Организма Для профилактики Не только вредно Но и полезно Не только вредно Но и полезно Если это будет Хороший стол Хороший ужин Хорошая компания Почему бы нет В общем с тобой Можно договориться Да Для расширения сосудов Конечно Погнали Ты сказал Что ты медийная личность А когда не медийная Тем не менее Некоторые спортсмены Не настолько медийны Как например Участники разных Развлекательных шоу Вот у тебя Нет страха Того что тебя Не будут воспринимать Серьезно Как спортсмена Потому что Дальше тебя еще Позовут какие-нибудь Проекты Того же самого Телеканала ТНТ Или Ну то есть Ты больше Шоуменом будешь Чем спортсменом А я вам скажу Больше Я в эту индустрию Заходил как шоумен То есть для тебя Важны шоу А не спорт Изначально я сказал Что я не такой Как все Я разноплановый Я многогранен Я делаю Не то что делают все Я делаю Так как не делают Многие И они ошибаются Для них многое Там непозволительно Но я то понимаю Я как актер Большого театра Я здесь и сейчас Хочу делать истории Я здесь и сейчас Хочу делать так Как я хочу Так как мне нравится Так как вот Душа моя Благоволит А моя душа Благоволит Завоевать весь мир В хорошем смысле Этого слова Заполнить Ну вот я не знаю Весь мир С собой В хорошем смысле Я хочу Я хочу И шоу И спорт Я хочу делать Да Я хочу творить И это Это вот Порыв души Это моя душа Кричит Мне хочется Да Почему К чему Подзарядки Я готов И ты сказал Тебе Шоу Этого Я сегодня Коннор Больше Победить Я сегодня Смотрите По ушам Хлопнуть Вот так А вот так Можешь Да Все что хочешь Можешь Субтитры сделал DimaTorzok